Владимир Волков провёл выездное совещание на улице Шевлякова. Причиной послужило опрощение жителей, у которых накопилось много вопросов по качеству содержания придомовых территорий и внутридворового проезда. Какие проблемы волнуют люберчан, расскажем в сюжете. Этот многоквартирный дом на улице Шевлякова сдали в эксплуатацию в 2017 году. Но уже через несколько лет у жителей стали накапливаться проблемы. Народ жалуется в наших группах в чате, которые у нас имеются. Люди пишут каждый день. Не убрались тут, не убрались там. Детская площадка очень маленькая. От застройщика должны были третью поставить детскую площадку. Но её построили, забором огороженная. Мы вам откроем. Так она и осталась закрытая. Убрали лавочки, мусорный контейнер и всё поубирали. Много вопросов и к обслуживанию контейнерной площадки. Мусор вывозят нерегулярно, а сама площадка расположена в непосредственной близости к домам и игровому комплексу. Проблема будет решена. По весне. Вот эта территория, она наша муниципальная. Мы спрячем площадку туда. Она там никому мешать не будет. Всё, что туда, это либо перед вашими окнами, либо перед соседними, либо на дороге. Ну, это неправильно. Предстоит и пересмотреть распределение парковочных мест во дворе. И в утреннее и вечернее время проезд перекрывают автомобили. Виной тому недостаточное количество машин и мест. Из-за нехватки парковочных мест люди паркуются с двух сторон. И в случае, если произойдёт какое-то ЧП, то есть в пожарном автомобиле, в автомобиле скорой помощи, они просто не смогут подъезжать. А для этого просим и строить свою организацию, которая будет дальше застраивать данный дом, чтобы они, конечно, больше уделили моментам, парковочным пространствам для парковки автомобилей жителей. Жители обратили внимание на качество уборки детской площадки и попросили рассмотреть вопрос о сносе бесхозных гаражей. Все обращения зафиксировали. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.